Вот он говорит, Дашка, полетели со мной? Не, 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 давай не надо. Не полетел я с тобой никуда, друг мой. Летай-ка ты сам, без меня. Приветики. Списназ не актуально? Интересно, интересно, интересно. Но у меня вот, кстати, бывший молодой человек, он в ДВ служил. Вот так вот. Но он в ущербке был в Обске, а потом он именно служил в Туле, в Туле, в Туле. Служил именно. Причем я живу в Новосибирске, можно было служить, или там, не знаю, это учебка в Берске, оно что находится? В Берске, да, вот рядом. Он уехал сначала в Волск, потом в Тулу, ну и тоже вот как мой топ-донатер до свидания. До свидания. Вот так это работает. Обидно очень, знаете ли. Вот, кстати, да, интересный момент. Раньше я вот такой думала, отправляешь мужчину в армию, какую свадьбу? Раньше я вот, я, слава богу, знаете, я не была замужем, я не замужем, я ближайшие пару лет не планирую. Я сейчас, когда слышу разговоры вот этих вот серьезных, нравственных Евгений, относительно свадьбы, я как вот этот вот комичный батька из анекдота, типа, ушел за хлебом и не вернулся. Вот я ухожу за хлебом и не возвращаюсь. Да нет, нет, я I'm single lady, как говорится, я абсолютно свободная сейчас, я без отношений, без детей, без животных даже, вот я вот такая вот и свободная. Короче, ну и, собственно, отправляешь ты мужчину в армию, да, и ты думаешь, ну все классно, ну кого же он там найдет себе в этой армии, ну это же бред, одни мужчины там, ничего не случится. А потом я смотрю, а подписчики, девчонки-то из Тулы появляются, я думаю, странно. А потом мне мои друзья сказали, так и в Вал же отправляются, можно в городе ходить, можно гулять. И тут когда я поняла, а я-то женщина не глупая, я думаю, ешкин-кошкин, вам мужчинам, как доверять-то, вас даже в армию не отправишь, где одни мужики, вы и то там найдете что-то. А мне же еще мои друзья говорят, там медички есть, там в принципе есть работники, которые вот в городе живут, девчонки приезжают. В общем, мужчины, нет, во-первых, я второй раз такое не переживу, я второй раз уже такое не вляпаюсь, да. А я у нас еще сейчас призывной возраст, сколько, 27-28 лет? Может, еще и вляпаюсь. Но доверие точно за ней будет не готово. Ну, знаешь ли, по 60, так по 60. Тут недавно я сидела на ютубе, и у меня выпало шоу, неравный брак называется. В общем, там либо взрослый мужчина, молодая девочка, либо взрослая девушка, и молодой парень, и, знаешь, вот эти вот 60. Но, во-первых, есть разные фетиши, да, потому что тут, здравствуйте, Алексей, тут даже мужчину вот недавно мне кто-то писал, типа, покажи ступни, и я такая, окей, не буду. Ну, вот так что, может быть, кому-то... Ой, спасибо большое, Алексей, за подписку, очень приятно. Так что, может быть, кого-то не испугает, что 60 лет женщина. Ну, вот, знаешь, это вот так. Не угадаешь. Может, кому-то и хорошо. Может, кому-то и приятно. А вот с другой стороны, да, вот мы вполне себе адекватно относимся, если старше мужчина. А если старше женщина, в разы плохо. Любви все возрасты покорны, ребята. Да, я же говорю, я ночную житель, я прям сова дипичная. Я вот часа в два ночи, ну, час в два ночи, я прям вообще самый актив. Водичку я пью, ребята, ну, какая у меня тут водичка. Прозрачная, да? И вот тут еще водичка у меня есть. Дубительная вода. Дубительная. Всероссийский оксиазовоциальных инициатив. Вот она какая. Ой, самогон. Тоже очень интересная история. Короче, в какой-то период моей жизни папа решил экспериментировать. Папа у меня человек-инженер. Ну, в плане его образования. И, собственно, он это, говорит, ради интереса хочу попробовать погнать самогон. В общем, мы ему и кошку в этом покупали, и все. То есть он прям реально что-то делал. Классный, и вино, и настойки, и пиво варил. Тут, в общем, в какой-то момент он смотрел канал на ютубе, и там немножко по-другому гнали. Начнем с того, что он, в принципе, даже сам собрал этот вот самогонный аппарат. Ему откуда-то привозили каждую там часть. Он откуда-то ее заказывал, выписывал. Это, в общем, была очень долгая эпопея. Ну, в общем, сделан этот вот самогонный аппарат. Привет, Скиача. В общем, сделан этот самогонный аппарат, и в конечном итоге он посмотрел какое-то видео. И там немножко по-другому гнали. Там то ли увеличили температуру, то ли что, но я в этом не разбиралась. То есть я не могу сказать, что конкретно там сделали. И он говорит, ну идиоты, ну прям идиоты. То есть они рискуют безопасностью после того, чтобы выходить быстрее. Напоминаю, папа инженера, слово думающий. Он увидел это еще у кого-то. И решил, ну блин, ну вообще-таки, может, идиоты. У нас взорвался самогонный аппарат. Слава богу. У нас в тот момент уже кухня с залом была совмещенная. То есть у нас не было стены, потому что снесло бы стену 100% ударом вот этим вот. Папа как раз наклонился, и вот здесь вот вся история всплыхнулась. Каким-то чудом просто остался жив.